Привет, дорогие друзья, с вами доктор Перч и, конечно же, автор этой передачи, ежик Борис. Я думаю, йога-инструктор, йога-терапевт, йога-философ, веган, ежик Борис. Друзья мои, у нас тема продолжается, тема динозавров, и мы разбираем вот эту удивительную штуку, называется Steaded Clearly, такая, в общем, проамериканская компания, которая выпускает там всякие освежающие мозг, ножом прямо освежающие мозг американца, в общем, всякие вещи, в общем, такие детские рассказы. Мы уже смотрели выпуск такой вот, это вот Steaded Clearly по поводу там химической эволюции и все такое прочее. Так вот, сейчас давайте мы посмотрим, как же детям американским рассказываются, как нашли, значит, и как же объяснить, значит, американскому ребенку, что в кости 66 миллионолетнего динозавра вдруг нашли мягкие ткани. Итак, тра-та-та-тан, тата-та, Мэри Шнецлер, ну, понятно, давайте фамилию даже не будем говорить, будем говорить. Швондер, да, давайте, Мэри Швондер и ее открытие мягких тканей внутри динозавровской кости. Далеко-далеко, в Монтане, люди выкопали когда-то динозавра кости, динозавра тирекса, ну, когда их перевозили, кость динозавра сломалась. И вот Мария Швондер, она взяла и стала, в общем, там, не испугалась, вот взяла кусочек кости и стала из нее вынимать, значит, саму кость. И вдруг оказалось, что там внутри есть сосуды, эритроциты, да, мало того прочего, там еще есть еще эластичная ткань. Вот она плавает, и Мария такая, она просто офигела, она стала думать, что ж такое, как же ж это так. И она написала такой небольшой список, как же ж может быть, из-за чего, значит, могут быть там сосуды найдены в том, что не может никогда вообще произойти. Вот, я написала, номер один, кости могут быть намного юней, чем они есть, мягкие ткани могут быть пленкой, а или это может быть какой-то неизвестный ранее способ консервации мягких тканей. Хм, что же выбрать из этих трех, может быть эти костомахи на самом деле не 66 миллионнолетние, или все-таки это биопленка, или все-таки это какой-то непонятный способ сохранения мягких тканей на 66 миллионов лет, которые раньше до этого человечество вообще никак не знало. Хм, что же выбрать, что же выбрать, что же выбрать, что же выбрать, кости были именно на такой аж глубине, которая просто соответствует 66 миллионам лет, или аж на глубине, ребята, я хочу сказать, были они найдены на глубине 2 фита. Да, это вот на такой глубине, вот это 2 фита, просто позорище вообще. Вот, сикс, нет, нет, сикс, сикс фит, сикс фит, это 3 метра, на глубине 3 метра были найдены, там меньше 3 метров вообще. Вот, они произвели, значит, радиометрический анализ по ураниуму 238, триориума 230, значит, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я стал выяснять, что же это такое, вот эти датировка по вот этим вот кей, аурн-датингу, да все кажется, что это чепуха, там у них разброс, мама дорогая, не горюй вообще какой. Вот это вот радиометрия, кстати, на русском языке нет, есть только на английском, вот это вот калий-агроновая радиометрия. Вот, но удивительно, что по нему можно выяснять, когда были минералы, или слюда, или глинистые минералы, но никак не кости вообще, ребят. Вот, то же самое касается уранево-свинцового метода, вот, в общем, тоже тут оказывается по нему можно посмотреть там распады ионов, изотопами свинца, вот. Вот, оно обычно не применяется для уран-свинцовых датировок, является золотым стандартом, но не применяется при датировках костей вообще, никаких не могут быть они сделаны при датировке вообще. Я, кажется, нередко оказывается меньше, огромная там погрешность у них всех вообще там, да, там все эти свинец, свинцовые датировки, в общем, проценты очень-очень большие, ошибок вообще, обшибки, везде ошибки, везде ошибки, в обшибки, ошибки. Вот, так вот, датировки, которые были произведены независимыми лабораториями, которые утверждали, что всем этим там динозавровским костям на самом деле 25 тысяч или 30 тысяч лет, были отвергнуты. Точно так же, как была отвергнута и биопленка, да, биопленка. И было принято, найдено очень простой выход. Оказывается, должен быть какой-то процесс консервирования, консервирование мягких тканей аж на 66 миллионов лет, понимаешь? Чего же мы раньше этого не знали, люди? Что же мы такие дебилы? Мы там раньше то солью, значит, это самое сало там обмазывали, то, значит, солью закапывали, то самое там, помидоры и огурцы. И, оказывается, швондер-мария нашла совершенно новый вид консервации. Стала же она думать, так, что же, железо, а может быть это железо из гемоглобина может вообще работать как формальдегид? И, оказывается, действительно, вот так вот, может быть, оно и могло быть. Вот, и стала она думать, думать и гадать, и придумала вот что. Вот, бежал-бежал когда-то динозаврик, упал, но прежде чем умереть, он ударился. Вот, и в этот период времени у него там синяк появился, и кровь стала заполнять, заполнять, и эту кастомаху в каком-то месте заполнила кровью, кровью. Вот, а из крови вылез гемоглобин, а из гемоглобина вылезло железо, а железо раз, и все это дело, значит, засохранило. Да, засохранило, понял, да? Да, вот, и все. И чтобы доказать это, ребята, она взяла, извини, Боря, вот, кость страуса, вот, страуса, и положила в две пробирки. Одну пробирку просто так положила, а в другое налила страусовскую же, эту самую, кровищу. Вот, и через какое-то время просто так ткани, которые были, они, конечно же, сгнили и про них забыли, а вот эти кости, которые были залиты кровью, они аж целых два года не сгнивали. И вот они, их видно, они вот такие вот есть. Почему они не красные, почему в них эритроцитов, ответов нет. Вот такие, друзья мои, в общем, бредовые такие вещи на вопрос, а почему человечество никогда до этого не находило подобные кости, и почему человечество никогда, допустим, не применяло этот способ консервации в каких-то бытовых условиях, понимаешь, ведь у нас же есть кровь, да, мы свинину там резали, кровь как-то там, колбасу делали, а так бы мы кровь бы свиную там использовали в качестве консерванта какого-то, да, и могли бы хранить продукты не просто там на один, там, да, на зиму, а лет на 15 или на 30, а то и на 400. Да, вот такие дела, мои друзья мои, в общем, такой вот краб, вот такое, в общем, счастье нам привалило, в общем, оказывается, в общем, ребята, ученые тут нашли совершенно новый вид, значит, консервации органики, которая называется, значит, консервация в крови, бред, господи, какой, какой бред, в общем, вывод какой, сделала наука, друзья мои, я думаю, что наука сделала вывод очень простой, да, правильно, не давать возможность никому публиковать какие-то исследования, которые противоречат вообще нормальной науке, и не зря этого лаборанта, который поделился этой удивительной новостью с передачей 60 минут в Америке, выгнали, так тебе и надо, вот. Второе, ни в коем случае нельзя отказываться от того, что этим костям 66 миллионов лет, никогда, не отказывайтесь, то, что там другие лаборатории написали, что им 35, 20, 25, 30 тысяч лет, это плохие лаборатории, а вот ваши лаборатории, ребята, это правильные лаборатории, вот продолжайте дальше, в общем, торговать костями, просто пипец, ребят, мы же им в аду каком-то, честное слово, ад, эти люди, казалось бы, да, но они же должны там обладать каким-то, не знаю, чем-то вообще, какой-то гордостью какой-то, да, потому что, если ты скажешь, что этой кости 25 тысяч лет, ты же не сможешь потом вот такой клюв там, какого-то динозавра продать за 6 тысяч долларов, ты понимаешь, да, вот же в чем беда, беда в том, что ты не можешь дать обратную, Боречка, потому что там какой-то, этот, как его там, ноготь, какого-нибудь птеродактиля стоит 7 тысяч долларов, и стоит он 7 тысяч долларов, потому что он датируется 165 миллионов лет назад, если ты передатируешь птеродактиля на 30 тысяч лет назад, этот клюв динозавра будет стоить ничего, понимаешь, просто бабло, все как-то с ума посходили, эти музеи, все торгуют и торгуют и торгуют, торг, ребята, все это торгуют, вот, вот, и тут, конечно же, есть такая, а-а-а-ай, которая рассказывает детям, значит, как на самом деле жить и как им правильно думать, какое критическое мышление, о чем вы говорите, вот такие у нас, ребята, новости от Марии Швондер, сами думайте, в общем, правда это или не правда, если это не правда, то что это такое, на, 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 ямали, обманешь, очленели от денег, а пупеть, очленевший, так, ребята, я пошел успокаивать Борю, потому что Боря любил динозаврика одного, вот, а потом, когда он узнал, что все это вранье, он очень-очень расстроился, услышите, да, ой-ой-ой, он там, вам не надо вообще даже знать, что он говорит, все, ребята, пока я побежал успокаивать Борю, у нас сегодня длительная вечерняя медитация, посвященная динозаврам, чего и вам желаю, пока! Субтитры создавал DimaTorzok